Сегодня 5 февраля 2016 года, с вами Олег Инчаренко, я руководитель Центра Здоровья. И в этом видео я поделюсь с вами своим опытом месячного каскадного голодания. С 4 января я начал разгрузочные дни через день. Обычно я делал на протяжении последних полутора лет раз в неделю день отдыха от еды. В принципе, эту рекомендацию я советую своим пациентам. Это очень полезно. Тело нуждается не только для введения питательных веществ, но и выведения старых отживших клеток, токсинов. И многочисленные научные исследования установили, что кто начинает практиковать дни отдыха от еды, и родственные дни, то продолжается ожидаемая продолжительность жизни на 15-20%. Я же решил увеличить количество таких дней и сделать через день. Говорю, что я не нахожусь на чистом голоде, потому что, по моему мнению, не всем он подходит. Если хороший эффект может быть от неполного голодания. Что такое неполное голодание? Это на, скажем, вода горячая с медом, с лимоном, с имбирем. Каждый час пить. И на один стакан одна чайная ложка меда. Такая небольшая подпитка глюкозы и фруктозы, прежде всего, она дает, конечно, подпитку тела. И человек чувствует себя энергично, что позволяет ему полноценно выполнять свои намерения работать, двигаться, перемещаться. И что же я получил после месяца каскадного такого голодания? Уменьшение аппетита, однозначно. Затем, освобождение от пищевой привязанности. Значительно снижается тяга к нездоровой еде. Мне в этом помог еще прием антипродитарных трав. Вот такие вот травы мы заготавливаем в центре здоровья. Ну, основа здесь всеми известная трава. Это горечь и полынь, это гвоздика, которая воздействует даже на личинки глистов. Пижма, тоже антипродитарная трава. Корень солодки нужен для подслащения этого смеси. Икора крушинные, имеет легкий послабляющий эффект. В принципе, вот такие сборы, если вы сами не сможете сделать или найти, можно купить у нас в центре. Вот, и как раз патогенная микрофлора, она мешает нам и нормально переходить на веганство, на сыроедение. Микрофлора вызывает у нас повышенный аппетит. И я заметил, как только я пропиваю даже антипродитарные препараты, при том, что жалобы у меня нет на паразитов, скажем, какие-то боли, вздутие живота, проблемы с волосами и ногтями, этого нет. Но когда я пропиваю просто травы горечи, то я чувствую, что резко снижается аппетит. То есть, по-видимому, аппетит дает не только паразиты, но и бактерии, грибы, которые, конечно же, живут у нас в кишечнике. Ну, а более точную диагностику, я считаю, делает метод вегатеста. То есть, по методу вегатеста, который у нас есть в клинике, и во многих, в принципе, центрах России, Украины это есть методика. Либо гемосканирование крови, ну, в принципе, показывает действительно картину, есть ли у вас микробы или паразиты. Вот. Я решил продолжить свой такой опыт и следующий месяц тоже пробыть на таком каскадном голодании. Ничего страшного с организмом не случается. Конечно же, если человек готов и уже имеет опыт голодания, буду делиться с вами в следующих видео. Но желаю вам развивать свое здоровье, свою энергию и реализовывать свое предназначение.